На Руси испокон веков православная церковь объединяла народ. И ныне неравнодушные люди хотят, чтобы народ вновь объединился вокруг церкви. В неделю всех святых епископ Клинцовский Трубчевский Владимир совершил божественную литургию в храме иконы Божией Матери Всецарица в поселке Клетня, а после в районных селах совершил чин освящения закладки камня и осветил купола. Клетнянский район удивителен по своей красоте и уникален своими храмами, которые являют собой величественные сооружения. Деревянный храм в честь иконы Божией Матери Всецарицы был построен на народное средство. Каждый старался внести свою хотя бы малую лепту в дело восстановления разрушенного Дома Божия, а дать пусть и небольшую часть своего долга Богородицы. Она непрестанно молится о нас и спасает своими молитвами. Предстоят пред Богом за православный народ и все святые, чтимые соборно в этот день. У нас святые записаны в святцах, но горе было бы всем нам, если бы вот все святые, которые записаны в наших святцах, вот они и были. На самом деле их в миллионы раз больше. В святцах записаны те, имена которых известны, имена которых благоволил проявить Господь. А сколько же святых, о которых мы просто не знаем. Это сон, который на небе предстательствует о нас грешных. В воскресный день для жителей немногочисленного села Мужинова Клетнянского района также ознаменовался приездом архипасторя. Народ в селе небогатый, но очень верующий. Все они и жители ближайших деревень помнят, как 14 лет назад из здания бывшего детского сада был обустроен Никольский храм. А в 2022 году случился пожар. Неисправность электропроводки принесла беду, но не отчаяние. Прошло два года, и сельчане уже начали забывать о пожаре. На сегодняшний день на месте пепелища возводится новый каменный свято-никольский храм. На сегодняшний день мы уже построили фундамент. Мы возили цоколь. Мы собираемся здесь на молитву. Мы проводим уже молебны, панихиды, радовницы. Служим два раза в год Николаю Чудотворцу, его престольные праздники, в честь его памяти. И люди приходят, молятся, и мы видим, что дело потихоньку движется. И сегодняшний событие для нас очень хорошее, потому что мы ждали именно закладки этого благословения на вот это встретство, чтобы встретство пошло еще легче, еще быстрее, еще качественнее, чтобы все было хорошо, чтобы все было с помощью Божьей. Владыка Владимир в сослужении духовенства совершил чин освящения закладного камня в основании вновь строящейся святыни во имя святителя Николая Чудотворца и пожелал помощи Божьей в восстановлении храма. Нашлись люди, которые взялись за святое дело. И вот уже есть основание будущего храма. Верю, что он воздвижется, и мы приедем уже освящать новопостроенный храм во славу Господа нашего Иисуса Христа и в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца. Строительство храма – это не возведение стен, а созидание общины. Чтобы народ не жил без Бога, без молитвы, трудами сыновей губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза, Романа и Михаила в селе Мелинск Стародубского района завершается строительство храма во имя угодника Божия Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийских. Сельчане уверены, что новый каменный храм станет местом духовного возрождения. Епископ Владимир осветил купола и кресты для храма и подчеркнул, что это событие важное и значимое для жителей села, потому что с возрождением храмов будут возрождаться и села. Пройдет еще немного времени, и вы переступите порог этого прекрасного храма. Не просто как здание, а как ковчега спасения для каждого из вас. Самое главное, чтобы вы приводили своих детей, чтобы они приобщались к вере православной, хранили наши православные традиции, нашу веру и передавали их другим поколениям. Все только ради этого и совершается. Храм в древнерусском новгородском стиле рассчитан на 300 прихожан. Строительство идет спора. За год возвели стены, ведутся работы на барабане купола и внутри по штукатурке и электрике. Церковная территория охватывает около 2,5 гектаров. Здесь планируется разместить общественную зону с парком, клумбами, детскими площадками. И, конечно, будет воскресная школа для юных прихожан. И решили с братом Михаилом в родном селе воссоздать храм. Мы позвонили владыке, выбрали место, созвали людей, люди одобрили это место. И мы со строителем ежедневно планируем наш вход работы. То есть мы это не отдали, то есть там какая-то строительная компания строит и так далее. Мы это делаем сами. Поэтому мы и материалы берем самые лучшие, и как бы и планы, чтобы в этом году, осенью, мы его открыли. Поэтому мы строим не для себя, мы строим для наших односельщан, для истории. Действительно, храм – это место, которое объединяет и является центром духовной жизни. За последние пять лет в Клинцовской епархии было построено не менее десяти храмов, а это свидетельствует о том, что Россия в целом претерпевает новое духовное возрождение.